Капитальный ремонт обернулся капитальной катастрофой. Болезни, сырости, разруха буквально свалились на головы жителям с начала капитального ремонта крыши в их доме. Подрядчик приступил к работам в поселке Совхозный Балахнинского района еще в 2016 году. Но, как это часто бывает, работы выполнял нерегулярно, а потом и вовсе все забросил. И вот результат. Люди живут в постоянной сырости. У нас все началось с того, что наш дом попал в программу капремонта летом 2016 года. Сейчас у нас уже октябрь будет, скоро 2018 год. Вот наши кроли. Вот, все рушится. Камушки, грибок вон сантиметр-два толщиной, плесень. Все вот. Все в плесени, в грибке. Вот, вот, смотрите. Что-то все видно. Вот, и сделали ремневку, чтобы на дверь не текло. Поставили, чтобы баночку и скапывало все в одно место. Тем более, у соседей тоже у них там начало второй этаж уже мокнут. Вот, новая лужа. Зарискана одна вода здесь. О, еще чуть-чуть. Ну, чем замкнет, пожалуй, тут ай-эль. И пожар, и все на свете. У кого простуда, у кого аллергия. Ну, вот, пожалуйста, видите, кашляет. Вот, там еще, посмотрите. Там уже тазик стоит. Вот здесь у нас вот это вот все постоянно падает. Камни падают у меня на детей. Дети у меня ночью даже просыпаются от того, что камни падают. Вот, вывалился прям кусок на пеленальный стол. Мы уже переселили детей в другую комнату. Вот ребенку два года, два года они никак не могут сделать эту крышу. То и дело сопли, кашель и все остальное. Не знаю, на что думать. То ли болезнь, то ли грибок. Во всех комнатах, куда они заглянили, везде один вот этот кошмар. Новый подрядчик, который сменил того, который два года не мог отремонтировать крышу, себя ответственно снимает. В чем причина? Дожди. Дожди. Атмосферная осадка. Ну, здесь... Ну, здесь гидроизоляция должна была быть. Видимо, она была нарушена. Здесь сняли участок крыши. Люди начали работать. Ну, из-за того, что крыша была укрыта. Сегодня вот именно в этом плане, из-за этого протекла. Петал НН. То есть, это... Был подрядчик такой. Он как бы по всей области. Работу не вел. А мы за них перелываем. А что, летом-то тянули столько. До осени дождались, когда дожди начались. И вот теперь ремонтируем, вскрываем крыши. СИЗО, сроки все. Веду с работы. Кстати, завершить ремонт подрядчик должен до середины октября. Жители, между тем, готовят документы, чтобы обратиться в суд с требованием к фонду капитального ремонта возместить понесенные убытки.